Итак, мы продолжаем наш рассказ о истории вычислительной техники. И сейчас я хотел рассказать вам об особенностях электронно-вычислительных машин, созданных в середине XX века. Известно, наверное, вам, что эти электронно-вычислительные машины были основаны на ламповых элементах и занимали очень большие помещения. В нашем музее представлено много деталей, элементов этих ИВМ, которые говорят об особенностях конструкции и работы этих вычислительных машин. В первую очередь это носители информации. В электронно-вычислительных машинах первых поколений в качестве носителей информации использовались так называемые перфокарты или перфорированные карты, на которых информация представлена была в двоичном виде с помощью отверстий. Отверстие соответствовало единице, его отсутствие – нулю. Перфолента представляла из себя бумажную ленту, в которой также информация кодировалась в двоичном виде с помощью отверстий. Использовалась также перфолента на основе фотопленки или кинопленки. Такие перфоленты, естественно, были более долговечны, в отличие от бумажных. Для ввода информации с перфоленты в ВВМ использовался так называемый фотосчитыватель. В нем размещалась перфолента, которая перемещалась, при этом пропускалось 8 лучей света, и с помощью фотоэлементов определялось наличие или отсутствие отверстий на ленте. То есть определялось число, которое закодировано с помощью наличия или отсутствия отверстий. В музее имеется также целый комплекс для работы с перфолентами, на котором можно было исправлять ошибки, отрезать какие-то фрагменты ленты с ошибками, и необходимые фрагменты ленты можно было также склеивать. В электронно-вычислительных машинах второго поколения в качестве носителя информации стали использоваться магнитные ленты. Их преимущество – большая плотность записи информации, что позволяло записывать больший объем, долговечность, а также тот факт, что можно было информацию стереть, а затем ее вновь написать, что, естественно, на бумажной ленте не сделаешь. Использовались магнитные ленты шириной 1 дюйм и 0,5 дюйма. Здесь представлены съемные носители информации, использовавшиеся в электронно-вычислительных машинах отечественного советского производства серии СМ и ЕС. Вот этот диск и вот этот диск. Этот диск достаточно тяжелый. Они развозились по машинному залу, по вычислительному центру на специальных тележках. И этот диск, и этот, и этот. Они имеют пакетную конструкцию, состоят из отдельных дисков, вот таких отдельных дисков. Интересно, что умельцы из этих дисков делали телевизионные тарелки. И сейчас и в деревнях, и на дачах можно увидеть эти тарелки. Вот имеется фотография, на которой представлена такая антенна. Объем информации, который можно было хранить на этом диске, который состоял из трех отдельных дисков, составлял порядка 7,5 мегабайт. На этом диске можно было хранить более 20 мегабайт информации. Вот такой носитель информации наверняка многие из вас видели, а может быть даже использовали. Это так называемая дискета. Это гибкий магнитный диск. Это последний вариант дискеты. Он имел диаметр диска 3,5 дюйма. Диаметр измерялся в дюймах. До этого использовались дискеты с диаметром диска 5,25 дюйма. А первые дискеты были вот такими и имели диаметр диска 8 дюймов. При этом емкость информации составляла на первых дискетах диаметром 8 дюймов порядка 100 килобайт. Что, конечно, по современным меркам очень мало. Но, тем не менее, это было большим шагом вперед, потому что можно было использовать этот носитель информации на различных компьютерах, в различных помещениях. И даже можно было взять в командировку в другой город. Только что мы рассмотрели с вами устройство долговременной или внешней памяти электронно-вычислительных машин первых поколений. Теперь давайте рассмотрим, как менялись устройства оперативной памяти. Как я уже говорил, и что известно, электронно-вычислительные машины первых поколений были основаны на использовании ламп. В музее имеются лампы не самого большого размера. На самом деле использовались лампы еще большего размера. Это так называемый триггер устройства для хранения одного бита информации. Также основан на использовании электронных ламп. Первыми устройствами с записью на магнитной поверхности были магнитные барабаны, которые представляли собой достаточно большие цилиндры, внешняя поверхность которых обладала магнитными свойствами, и на которой также с помощью условных единиц и нулей можно было хранить информацию в двоичном виде. Использовалась также оперативная память на ферритовых кольцах. Я в руках держу одну пластинку, один элемент такого устройства. Если посмотреть на свету, то можно увидеть колечки. Каждое колечко могло быть намагничено, нести заряд, что соответствовало единице, либо нет, что соответствовало нулю. Каждое колечко могло хранить один бит информации. Здесь в небольшом квадратике 8 на 8 можно было хранить информацию в 64 бита. 16 таких квадратиков это 1024 бита или 1 килобит на одной пластинке. Ферритовый куб оперативной памяти состоял из 16 пластин, то есть общий объем информации, которую можно было хранить, составлял 16 килобит или 2 килобайта. Много это или мало, предлагаю вам оценить самостоятельно. Использовались также устройства оперативной памяти на ферритранзисторных ячейках. Вот здесь представлен соответствующий экспонат. У меня в руках оперативная память современного персонального компьютера. В настоящее время она достигает десятки и сотни миллиардов бит. В то же время, как я рассказывал, в электронно-вычислительных машинах первых поколений триггер использовался для хранения одного бита информации. Итак, в этой руке у меня устройство для хранения одного бита информации. Здесь десятка и сотен миллиардов бит. И все это изменилось за сравнительно небольшое время в историческом масштабе. 50-60 лет. Этот стенд посвящен академику Сергею Лисеевичу Лебедеву, это один из основоположников нашей отечественной вычислительной техники и созданной под его руководством электронно-вычислительным машинам серии БЭСМ. Большая электронно-счетная машина. Здесь на фотографии представлена машина БЭСМ-6. На момент своего создания в 1968 году она была самой быстродействующей в Европе. Ее быстродействие составляло миллион операций в секунду. Видно, что ЭВМ занимало достаточно большое помещение. Имелись несколько шкафов оперативной памяти, несколько шкафов с магнитными лентами, а процессор представлял из себя тоже достаточно большой шкаф. Процессор современного персонального компьютера имеет вот такие размеры. А это одна из деталей одной из частей процессора электронно-вычислительной машины БЭСМ-6. Пожалуйста, сравните размеры. В начале 80-х годов в результате разработки микропроцессоров были созданы персональные компьютеры, отличающиеся небольшими размерами, высокой производительностью, универсальностью. В музее представлено большое количество отечественных персональных компьютеров. В основном это были бытовые компьютеры. Вот эта модель так и называлась электроника БК, бытовой компьютер. Правда, она использовалась и в школах. В качестве монитора для вывода информации на первом этапе использовался телевизор. Затем были разработаны специализированные мониторы для персональных компьютеров. Вся информация хранилась на монитофонных лентах. К компьютеру подключался магнитофон, и для работы требовалось считывание информации кассеты, а затем запись информации на кассету этого магнитофона. Кроме бытовых персональных компьютеров и компьютеров, которые использовались в школах, были разработаны, конечно, и профессиональные модели. Вот эта модель персонального компьютера Искра 226. Очень большие размеры имеет. Тяжелая, клавиатура очень тяжелая. Вот это устройство специально было создано для того, чтобы можно было использовать дискеты диаметром 8 дюймов. Это дисковод, который позволял работать с двумя дискетами. И профессионального назначения был персональный компьютер D328. Здесь вся информация хранилась на магнитофонных лентах. Развитие электроники, развитие информационных технологий идет такими темпами, что персональные компьютеры, которые используются в настоящее время, конечно, не идут ни в какое сравнение по объему памяти, по быстродействию, по возможностям с компьютерами, которые представлены в нашем музее. Мы приглашаем всех желающих посетить наш музей. Контакты будут указаны. Единственная просьба – заблаговременно согласовать день и время эксплуатации.